всем привет наконец-то появилось время поухаживать за кузовом автомобиля еду сейчас к ребятам которые делали мне как раз химчистку салона шлифовали фары заклеивали пленка это не не будут делать полировку то есть наносить слоя там защитный что-то не там рассказывали ночью до этого давно плюс звонил я им когда записывал 7 что-то там рассказывали куча информации в общем сейчас доеду расскажу честно говоря никогда не делал ни на одной машине не шлифовки не полировки ничего такого не делал причем они меньше сказали что-то займет два дня представьте ну примерно в среднем около двух дней там а зависимости от скажем состоянии автомобиля приступе два дня я не знаю должна просто гореть блестеть там я не знаю натертая должна быть такая здравствуйте в общем приехал к вам вы говорили по уходу за кузовом да то есть можно поухаживать машину меня вроде как неплохом состоянии да то есть я не вижу такого что прямо сильно не что-то было печально лишь любой кузов абсолютно неважно новые он старые было употребление не был требует ухода за собой как любая часть автомобиля напомню кузов самая большая самая дорогая часть собственно автомобиля что такое уход за кузовом два его разделим сразу на три категории первая из них будет не ремонт не требует ремонтных работ новые машины хорошо ухоженные машины все равно требуется собой ухода это правильное нанеси очистка лак красочного покрытия и правильное нанесение тех или иных защитных комплексов если у нас новая машина мы просто чистим лак убираем битум убираем мелкие вкрапления металлические не металлические из лака обезжириваем всю поверхность и наносим некие защитные составы послойно до четырех слоев разного рода протектантов зависит от машины собственно требования самого водителя остальных две категории это ремонтные категории первая категория косметика то есть мы убираем всю мелкую мощную царапину мелкую насечку подрабатываем среднюю царапину работаем с тяжелой делаем неактивные какой-то в стороне будет видос какой-то стороны будет не видно и наносим все тот же защитный комплекс который меня тебе рассказал в твоем случае наверное так мы и поступим есть третья категория реанимационные или восстановительные полировки когда все очень плохо все затерто совсем но я покажу яркий пример у меня рядом стоит машина на машине там всего 7 лет она жестко эксплуатируется и там к сожалению надо уже восстанавливать или реанимировать покрытие после чего опять же наносить защитные комплексы ремонтные полировки восстановительные или косметика плюс делается один раз а дальше просто поддерживаем автомобиль в должном состоянии как бы он тебе сейчас хорошо не выглядел давайте покажу где основные проблемы миша смотри ну вот на самом деле у тебя весь кузов вот в таком примерно состоянии да еще взял там самое яркое место где это больше всего видно ну да здесь видно что когда в мыл вот это все затерто да и в таких царапинок и в таких царапинок и обрати внимание есть следы водного камня кальцинированного отложения от воды до его тоже след следует убирать и вообще все это нужно приводить какое-то более или менее зеркальное состояние именно вот эта мелочь вот эта мелочь мешает этой части да и всему автомобилю в целом выглядеть красиво смотрите ребята покажу вам свой капот у меня капот недавно красился ну скажем то с канал смотря знаешь и машина с америки приехала здесь царапин особо нет но опять же таки цвет такой что на нем не видно я вам сейчас покажу машину на которой хорошо видно то есть вы только начали полировать этот счет без без нанесения каких-то слоев определенных смотрите я сдалека просто покажу смотрите вот здесь видно ведь им мухи такие да вот здесь вот где машина передок как раз мухи разные вот здесь смотрите видно что но все такое а но вот видите да и И теперь смотрите на другой стороне, где уже чуть-чуть полирнули. Вы поняли, да? Смотрите, переход. Раз. Вы поняли, да? Вот эффект какой получается. Так это только начало. Это еще как бы особо и даже не занимались. Только начали. Смотрите, что здесь происходит. Видите, я камерой вожу. И вот здесь вот эти мухи. Вы поняли? Вот это убрать на мойке никак не получится. Только можно полировкой. Очень часто задаваемый вопрос, между прочим. То есть мне клиенты часто спрашивают, сколько лака там идет с машины. Ну, на самом деле при косметических полировках не уходит какое-то страшное количество лака. Безусловно, мы что-то выравниваем, делаем какую-то коррекцию. Но таких полировок машина может пережить 20-30 за всю историю своей эксплуатации. Просто не стоит доводить до такого состояния. А нанесение защитных покрытий не подразумевает полировку в принципе. То есть мы не убираем никакой слой лака при нанесении защитных покрытий. Периодическое обслуживание приводит к тому, что не появляются подобные повреждения. И об этом, между прочим, написано в любой книжке по эксплуатации. Знаешь, такая толстая книжка, которую все никто не досчитывает до конца. А ты тоже не читай, а вообще не читает практически никто. Совершенно с тобой согласен. Обычно все останавливаются на моменте замены масла или фильтров. Да, и все. Но у любого производителя, от Форда до Хаммера, не знаю, Ягуара, Порша, все равно что. У всех написано, что кузов автомобиля требует периодического ухода, который подразумевает полировку и нанесение неких защитных составов. У всех по-разному, но у всех это записано. Ну что, смотрите, информации много. Рассказывайте, конечно, хорошо, но у нас даже результат. Потому что рассказывать, понимаешь, все могут. Надо результат увидеть, что будет. Ну что, должно быть вроде красиво, но что будет, как бы посмотрим. Миш, не буду у тебя вытрумлять информацию. Через два дня приходи, все будет в огнях, поверь, я знаю. Ну, я надеюсь, да. В общем, я оставил ключи и уехал. Ребята сделали сами такую подсъемочку, как это все происходило. Как машина мылась, натиралась, скажем, да, полировалась разными протектантами, обклеивалась, то есть, естественно, наносили какие-то определенные протектанты на, скажем, лак. То, что не требовалось для пластмассы, для резины, они туда не наносили. То есть, как бы, да, это разные, скажем, идут продукты, скажем, они сами там знают. Да, вот это полировальная техника, тоже проходились несколько слоев, там, 4 слоя наносили, скажем, да, проверяли таким фонариком, есть ли разводы, то есть, нужно еще дорабатывать, не нужно, но, в общем, и так далее. Ну, в общем, они сделали такую подсъемочку, чтобы я, скажем, вставил, показал примерно, как это происходило. Прошло два дня, сейчас откроют ворота, посмотрим, что там получилось. Барабанная дробь. Опачки, нормально. Смотрите, как бы здесь, помните, я вам показывал, здесь было все такое, все выровняли. Вообще, как новое. Че, бомба. О, у меня номера поменялись, с Кемикал Гайз, они прихрепили номера, надо будет сейчас снять тоже, чтобы я не уехал с их табличкой. Вот эти шипзики хромированные, чтобы они не убивались, тоже покрываются определенным слоем, идет защита, чтобы на мойках, когда попадая сюда, пена, вот это все, которое разъедает как раз хром, вот оно не будет его подъедать. Здесь, видите, все резинки, вот это все повытирали, да, ручки, вот это все, то есть прошли именно, вот это все, даже так рукой ведешь, чувствуется, что оно такое, чем-то нанесенное на него, что нанесли какие-то слоя. Смотрите, для сравнения, мы здесь фонариком присвечивали, тогда было все такое, круги такие были зацарапаны, и сейчас, видите, оно все гладенькое, ничего нет, как бы, да, то есть все это шлифанули, вернее, полирнули это все, убрали, то есть оно красивенько стало. Кстати, ребята, такой интересный эффект, пальцем так проводишь по машине, она такая стала гладкая, прям как будто, я не знаю, ну, ее выровняли, так она была, ну, я не скажу, что она была прям шершавая, но она прямо такая, какая-то стала интересная, на ощупь даже. Такой тест, можно сказать, на гладкость, смотрите, сейчас кинут на мою машину микрофибру, смотрите, что она улетает, можно, наверное, злобить кинуть, смотрите, ведь она там не держится, ее кидают, она просто уезжает. Смотрите, вот это, кстати, тоже эскейп, тоже американский, как у меня, а ну, покиньте тряпку на нее, смотрите, видите, она цепляется, то есть она не уезжает оттуда, то есть если рукой по ней провести, она такая вся, ну, как бы, как вам сказать, такая шершавенькая, да, то есть ее кидаешь, она, ну, остается, скажем, да, то есть не съезжает, а у меня, получается, уже гладенькая стала, вы поняли, да, какая штука? Ну что, Михаил, нравится? Бомба, вообще, тут просто зеркало получилось, можно вообще вот так бриться, как бы, говоря, зеркальное отражение, что сюда смотришь, в стекло отражение, что сюда отражение вообще. Смотри, здесь произведен ремонт, да, у нас сейчас отремонтированная поферкность, никаких особенных требований к эксплуатации нету, кроме одного за машиной нужно ухаживать. Ну, понятно. Что не доводить к ремонту, можно было бы просто нанести защитное покрытие дешевле, быстрее, да, а так мы еще и ремонтировали. Ну, давай вернемся к защите, я тебе расскажу. Ну, значит, окей, смотри, пару слов про защиту. Это такая технология есть, американский пирог, или технология нанесения полисоставных защит. Ого. Технология американская, практически, это собственность Chemical Guys, да, мы ее вот практикуем, нам очень нравится. Что-то такое, после полировки наносится слой, который подсвечивает краску, дает много глянца, да, после этого полученный результат защищается акриловым полимером, это основной слой защиты, который дольше всего живет на кузове, потом твердые в хоске и detail spray. Комбинации могут быть разные, продуктов на самом деле целая палитра, и можно составлять разные там эти пироги, да. Здесь для этой машины был выбран вот такой оптимальный. Что происходит впоследствии? Самый нестойкий слой, самый последний. Три мойки, и его больше у нас нету. Смывается через три мойки. Да, смывается, примерно. Если мы его не добавляем, а оставляем его в сторону. Потом несколько месяцев будет умирать твердый воск. Твердый воск здесь много корноубы, там всяких химических соединений, которые держат ее на кузове, да, но тем не менее, три-четыре месяца она умерла. И у нас с вами остался подсвечивающий элемент и основной слой защиты. Но вот здесь у нас есть момент уже обслуживания кузова. То есть, когда вы приезжаете ко мне, мы моем машину, убираем, если бы нахватались битумные пятна, и возобновляем верхние слоя защиты. Два слоя докидываются, да? Совершенно верно. И таким образом у вас машина в постоянно ухоженном состоянии не ездит без защиты вообще. Иногда меняются составляющие, ну, в плане зима-лето. На зиму больше синтетики, на лето больше натуральных составляющих. Так на сколько вообще хватает это в общем всего? Вы нанесли, сколько примерно хватает? Если мы ничего не делаем с машины, не приезжаем на обслуживание, сами этим не занимаемся, то такая защита ходит от шести до восьми месяцев. Вообще, да. То есть, через восемь месяцев примерно умрет последняя защита. То есть, лучше приехать где-то на четырех, получается, да? Это было бы очень правильно делать это профессионально, да, для того, чтобы профессионалы участвовали в уходе за автомобилем. Но я знаю, что очень многие любят ухаживать сами за автомобилем. Ну, видят в этом некий такой кайф, да? И поэтому, ну, так как у компании Chemical Guys там большая, очень лень-лейка, можно ухаживать самому. Ну, об этом давай больше расскажет, наверное, Богдан. Богдан, иди сюда, расскажи. Расскажи нам тоже, да? Вы полирнули один раз машину, вам закрыли все это защитным комплексом. Дальше вы можете сами ухаживать. Каким образом? Я всегда рекомендую людям, которые там, ну, не сильно в этом разбираются, чтобы все намного проще, брать что-то по типу полисоставных защит, где есть одновременно и воск, и селанты. Вы себе там раз в месяц заехали, намазали машинку, сверху подкинули спрея вот такого, и каждую моечку желательно, а можно через раз просто подкидывать спрея. Это как его подкидывать? Просто помыл машину, просто с бутылки набрызал машинку, да? Пошли, с бутылочки, или же взял для экономии на микрофибру, растерел, растерел. То есть помыл машину, на микрофибру ее нанес, и просто как будто вытер микрофиброй машину, да? Правильно, да-да-да. Через пару минут она просто примет свой такой белый седой цвет, вы это все с тряпочкой микрофибры сняли, и все. Вот этого вам будет достаточно для того, чтобы поддерживать вот эти основные слои, вплоть до года, если вот правильно все это... То есть вот это купил бутылку, и год вы можешь ездить поддерживать, да? Вот этой штукой, например, я же говорю, полисоставной, вот такой полисоставной, можно вообще до года вытягивать спокойно раз в месяц, а это там каждая моечка две подкидывать. И тогда все получается супер-замечательно. Там не надо никаких специальных средств, вам достаточно будет там вот такой губки, такого бафика и микрофибры. Вот и все. То есть это максимум для того, чтобы было просто, несложно и не заумно. Я понял. Сейчас я, кстати, выйду, покажу вам еще на улице. Вот смотрите, как раз ребята стоят, вот Volkswagen такой же. Сейчас рядом поставлю. Смотрите, ребята, на улицу выгнал вот машину, две поставил вместе. Причем вот эта машина, она не полированная, но на нее нанесен защитный слой. Моя полированная. И, кстати, а можно я ее, кстати, потрогаю руками? Какая она на ощупь? А ну... Не, ну она... Не, она не гладенькая, она шершавенькая. Моя полированная. И чувствуется прям пальцами такие, как бы, ну не знаю, как бы вкрапливание в нее, в что-то камешков каких-то, да, вот когда ведешь. То есть моя машина, она гладкая идет. То есть здесь гладкая, здесь негладкая. То есть, ну опять же таки, это не полировано, она никогда не полировалась, но на нее нанесены слои. Вы поняли? Вот здесь разница, чтобы посмотреть. Но камера, конечно, не так передает эффект. Вот, смотрите, моя, она блестит, она прям переливается. Вы поняли, да? Как зеркало. Ну здесь тоже она блестит, но, я же говорю, ее не полировали. Если полирнуть, она будет так же гореть, как моя. Смотрите, покажу вам еще прикол. Сейчас воду буду лить. Смотрите, на капли. Вы поняли? Какие они здоровенные становятся. То есть они собираются просто. И сейчас я буду ехать, и вот эта вода просто всяк, и уйдет. Вот такой вот эффект получается на машине. Вы поняли? Это уже, кстати, на второй день я снимаю, она уже немножко пылью припала. Видите, какие капли крупные пособирались? Вот такая тема. Я сейчас поеду, ну проеду, оно все сдует. Решил еще немножко кадров ставить ночной съемки. Красиво витрины отражаются, разноцветные вывески красивые, фонари, когда светят, проезжаешь, машина натерта, фонари отражаются, красиво смотрятся ночью. Значит, смотрите, ребята, по деньгам, сколько это стоит. Если вы делаете процедуру просто нанесения защитных слоев, вот как мне вот 4 слоя нанесли, там, ну скажем, они там смотрят, что надо, какие слоя и так далее, да, в зависимости, там, зима, лето, осень и так далее. Потому что зимой, скажем, нужна какая-то защита больше от соли, скажем, да, чтобы у вас соль вот эта летела, которую там посыпают не на кузов, скажем, да, ну на ваш лак, а на защитное покрытие, скажем, в таком плане. Это стоит, в общем, 3 тысячи. Если делать полировку, как мне сделали, полировку, то и нанесение, это стоит 6 тысяч. Вот такая штука. Если у вас автомобиль в хорошем состоянии, то полировка не нужна. Вам просто наносят, скажем, защитные комплексы, 3 тысячи и все. То есть вы катаетесь, каждые 4 месяца вы можете приезжать, скажем, поддерживать. Либо покупаете сами химию, скажем, наносите, да, помыли машину, побрызгали, скажем, натерли чуть-чуть, да, там за минут 20, да, и оно у вас тоже будет постоянно защищать. То есть вам это можно там, не знаю, год ездить, там вообще легко, скажем, да, больше не приезжать. Опять же таки, в каком состоянии у вас автомобиль и большой автомобиль, либо маленький. У меня, скажем, кроссовер, да, у вас может быть меньше автомобиль, может быть, скажем, чуть-чуть дешевле, либо у вас, наоборот, джип здоровенный, да, там, тундра, секвой, да, огромный, то есть, понятно, это будет чуть-чуть дороже. Опять же таки, в состоянии каком кузов у вас, да, скажем, у вас кузов сильно запущенный, с тем надо много работы, да, там делать полировку, там вот это все, как бы, да, полировать дольше. Либо у вас кузов в хорошем состоянии, вам немножко там местами где-то там полирнули, скажем, да, нанесли защитные слоя, вы уехали. То есть цена меняется, понятное дело, в зависимости от состояния вашего автомобиля, короче, в таком плане. Ну, вот на моем автомобиле получилось 6 тысяч, ну, такая цена. Но зато вот эта полировка, она делается один раз, мне один раз полирнули, все выровняли, и потом можно постоянно вот поддерживать ее, да, чтобы оно, ну, полировать постоянно не надо. Это вы опять, если там 5 лет поездите, тогда можно будет опять, возможно, полирнуть. А если вы постоянно поддерживаете, то полировать ее больше не надо. Ну, в общем, такая тема. Ну, в общем, информация вам пригодится. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайся на канал, тоже подписался на канал, нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, чтобы всегда быть в курсе последних обновлений. Также подписывайся на Телеграм, подписывайся на Инстаграм, ссылочки, как обычно, в описании к видео. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока!